Ольга Назарова Книга 4, глава 1. Помощь семейного гения Хорошая штука лета. Особенно его начало, когда листья еще ярко-зеленые и бодрые, даже в городах пахнет скошенной травой и липовым цветом, а люди ждут от отпуска всяческие приятности. «Моря, леса, озера и реки, дачи и картошка, шашлык!» — проныла Марина, обнаружившая, что ей отпуск в ближайшее время как-то и не светит. «Темочка, радость моя, вот скажи мне, это разве справедливо?» Маринина радость Темочка, который весил порядка 80 килограммов, мордой лица напоминал сероватого медведя, а в душе был, как утверждала Марина, голубь голубем, сочувственно зевнул. Марина осмотрела открывшийся ей вид. «Тираннозавр на выгуле!» — вздохнула она. «Темочка, мальчик мой, закрой ротик, а то Феона решит, что это такая лежанка, и там поселится. Ты знаешь, она и не то может!» Пасть со стуком захлопнулась, и Темочка с опаской покосился на синеглазую сиамку Феону. «Может, это все может!» — вздохнул он по собачьи, но очень понятно. «Итак, что мы имеем? А имеем мы трудоголика загнанного одна штука, да еще ко всему прочему, еще и без отпускного, зато гостеприимного, то есть гостепринимающего, из серии хоть тресни, но принять надо!» «Зачем?» — клацнули челюсти Темочки. Фуфик, второй представитель гордого собачьего племени, проживающей у Марины, принадлежащей к породе шицу, с просонок решил, что дают какую-то еду, а он все пропустил, и с полузакрытыми глазами рванул на кухню к мискам, сшибая по дороге пару хозяйских котов Фила и Фарлафа. На бурное и визгливое выяснение, кто куда шел и почему коты не уступили Фуфику дорогу, Марина даже ухом не повела, занята была. «Понимаешь, какое дело!» — объясняла она Темочке, с сожалением закрывая на компьютере фото с видами леса, моря и картофельных грядок с колорадскими жуками. «Гостья, которая едет, — дочка моего двоюродного брата. Он нас очень выручает, когда бабушку и деда с дачи увозят вместе с урожаем. У него мини-автобус имеется, как раз под бабулен урожайный объемчик. Короче, отказать я ему не могу. Они нам реально помогают. Да и так люди хорошие. А у них проблемка случилась с дочечкой. И вы мне поможете ее решить». Она осмотрела своих слегка озадаченных животных. Появление племянницы на пороге квартиры Марина ожидала с нетерпением. Прямо-таки жаждала узреть человека, про которого родители говорят так. «Маринка, умоляем, сделай хоть что-нибудь. У нее вывих мозга по полной схеме. Какая схема? Называется «все плохи», а она «жертва». Как это «чего жертва»? Всего, разумеется. Сначала виноваты мы. Не спросясь, крестили во младенчестве. А это насилие над личностью. Не, это ж только начало. Дальше мы ее в садик водили. Маринка, не тормози. Как в какой садик? В детский, разумеется. Хотя, наверное, правильнее было бы от Волочи сдать в зоопарк. Там детеныши не в пример разумнее вырастают. Излагал Маринкин двоюродный брат Сашка. «Ты про школу забыл», — донесся голос его жены. «Мы жутко плохо поступали, потому что ей приходилось делать домашку, ходить к репетитору по-английскому и не прогуливать уроки». «Да, точно. В школе поголовно все ее обижали, хотя мне регулярно жаловались родители мальчиков». «На что жаловались? Ну, как бы это? Она их гоняла, как тараканов». «Это потому, что мы, нехорошие люди, вместо того, чтобы направить дитятка на совершенствование духовных практик, отправили на самбо. Но она же сама хотела». Опять добавила жена кузена. «Ага, короче, и тут не угодили». Вздохнул братец. «А дальше, Марин, мы вообще страшное-престрашное сделали. Помогли поступить в вуз. Жуткие мы люди!» Простонала у трубки мама креативной племянницы. «Точно. Жуткие-прижуткие. Васька хотела на айтишника, туда и поступила. Проучилась два курса и прозрела». Простонал Сашка. «Да она, оказывается, туда не хотела, а хотела на психологический, чтобы с насилием бороться». Снова не выдержала его жена. «С каким?» Не поняла Марина. «Ну как же. Все вокруг абьюзеры, висхолдинги, гостинги, блайкинги и эти… газлайтинги. Если ты думаешь, что я это наизусть говорю, сразу скажу, ты ошибаешься. Я специально это на бумажке написал. У меня тут еще много. Хочешь?» «Не, оставь это еще много себе», порекомендовала Марина. «Короче, Склифосовский». «Да уж куда, короче-то?» вздохнул Сашка. «Марин, выручай, а? Она последний год всех с ума сводит тем, что обвиняет вот в этом всем. Погоди, сейчас листок возьму и еще раз зачту». «Не, не, не надо, я помню». Торопливо остановила родственника Марина. «От меня-то что нужно?» «Мозги ей вправить». На перебой заторопились родители продвинутой и прогрессивной Василисы. «Сейчас она в эмоциональном кризисе». Васькина матушка забрала у мужа смартфон и продолжила изложение. «Встретилась с этим... Погоди, Сашка, где листик?» «Вот, слово я обвел». Забубнил Сашка жене. «А, с гостингом». Озвучила она. «Я-то никак понять не могла, чего это. А это, оказывается, когда насилие происходит из-за того, что общаться прекращают. Ну, нет, я понимаю, это неприятно, когда встречались-встречались, а потом кто-то из пары исчезает. И, думаю, жив он вообще, здоров ли. Но Васька-то один раз на свидание сходила». «И парень не перезвонил», сообразила догадливая Марина. «Точно?» Возликовали родители Васьки. «Ты ж голова, сразу поняла. Я вот никак осознать не мог, с чего он должен звонить, если она два часа рассказывала ему, какие у нее вокруг эти... где листок?» Засуетился Сашка. «Саш, я поняла, кто...» Успокоила братца Марина. Короче, парень облегченно вздохнул, когда свалил от племяшки, а она тут же записала его в нарушителей ее душевного спокойствия. «Гений ты наш семейный!» Умельно пропел Сашка при полной поддержке супруги. «Маринка, спасай, сил нет. Ты ж знаешь, мы ее в жизни пальцем не тронули. Никто не обижал, любили и любим. Только вот не так любили». «Спокойствие, только спокойствие. Дело-то семейное», — хмыкнула Марина. «Ладно, давайте присылайте дитятка. Мне прямо уже интересно посмотреть, как это она так изменилась, что в голове такая фигня». Дитятка в комплекте с фигней прибыла в Москву к Марине вовремя. Ну, то есть поезд прибыл ровно по расписанию. Марина внимательно осмотрела беззаботно щебечащую племянницу. Симпатичная, милая, не дурочка, ну, на вид, по крайней мере. Ладно, будем смотреть. «Ой, тетенька Мариночка, как я рада, что к тебе приехала!» восторгалась Васька. «А то у нас в Питере стало совершенно невыносимо жить. Одни абьюзеры. Погоди-ка, а у вас тут с этим как?» Бдительно прищурилась племянница на Марину. «Отлично у нас тут с этим», — машинально ответила Марина. «А, ну ладно», — слегка озадачилась Вася, не сообразив, как это отлично. «Отлично это пруд пруди или ни одного на подлете не замечено. Так, Вась, я тебя сейчас дома сгружаю и на работу. Собаки выгуленные, кошки кормленные. Что бы кто ни говорил, так что ты абсолютно свободна. Гуляй, не хочу». «Вот и не хочу», — Василиса надулась, как мышь на крупу. «О как! А что?» Марина посигналила типу на Фордике, глубоко задумавшемуся на перекрестке о чем-то своем Форда-философском. «Ну давай уже двигай покрышками», — пробурчала она, покосившись на племянницу. «Сидит вся такая, возвышенно загадочная. Сразу хочется стукнуть сумочкой по головушке много мудрой. Благо в сумочке килограмма четыре документов». «Ой, бедная-бедная девочка!» Про абьюзеров меня спрашивала. «Хм-хм-хм. На работе от истерических припадков все кататься будут. Сначала вдоль коридора, а потом поперек. У меня-то такое спрашивать. Да на конкурсе аудиторов-абьюзеров Москвы и Московской области я запросто и с большим отрывом возьму первое место. Вот Сашка попал. Она ему теперь до своей пенсии будет вспоминать главное его прегрешение. «Отправил зайку на съедение к злой тетке. Тетенька, тетенька, а почему у тебя такие большие глазки?» Подумала Марина и тихонько про себя захихикала. «Да, кстати, а почему эта деточка нежная гулять-то не хочет? Начало июня, погода роскошная, Москва красивая. Она тут на свободе от родительского насильственного произвола ни разу не была. И что случилось?» Продолжение следует...